Всем привет! Меня зовут Дарина Свит. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Как ваше настроение? Как начало учебного года? Делитесь, пишите в комментариях. Ну, а перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на мой канал. Сделайте так, чтобы кнопочка подписаться стала серой. И про колокольчик не забудьте. Я даже немножечко подожду. Ну что, подписались? Отлично! А теперь впервые на моем канале видео вопрос-ответ. Поехали! Я решила бы так вот уютненько, удобненько присесть на улице, на закате, пока погодка позволяет. У нас сейчас шикарная, прям летняя, жаркая погодка. Девчули, наверное, будут как-то выходить, входить в кадр, появляться, бегать. Мы взяли мячик. Их сложно на улице удержать на одном месте. В общем, как получится. Ну, а я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне оставляли под одним из моих недавних видео. Я просила вас писать небанальные вопросы, чтобы было интересно и вам, и мне. И спасибо вам большое за вашу активность. Я действительно прочитала очень много классных вопросов. В одном видео я на них точно на все не отвечу. И если вам понравится такой формат и этот ролик, то, возможно, будет вопрос-ответ часть 2. Потому что вопросов действительно очень много. И я обещала, что автора понравившегося мне вопроса ждет сюрприз от нас. Все в силе. Но, конечно же, результаты я оглашу в самом конце. Поэтому вам придется досмотреть этот ролик до конца. Надеюсь, вам понравится. Ну что, давайте читать вопросики. Итак, первый вопросик. Как пришла идея снимать про собак? Как-то ранее говорила, что у тебя нет кинологического образования. Вот у меня тоже есть собака. И я не задумывалась снимать про нее в YouTube. Хотя я ее очень люблю. Если честно, там много было таких наподобие вопросов. То есть, как пришла идея создать YouTube-канал. Почему я снимаю именно про собак? Признаюсь, что идея стать блогером и создать свой YouTube-канал пришла не мне. У меня есть опыт работы на телевидении. Я 8 лет работала ведущей в дельфинарии. Вела представления. Я озвучивала рекламные ролики. То есть, я работала в разговорной сфере. И у меня был в этом опыт. Но именно стать блогером, создать свой канал, мне предложили одни люди, с которыми я сотрудничаю. Позже я расскажу, что это именно за ребята. Тем более, что там как раз будут такие вопросики. И, в общем, да, еще 3 года назад я вообще не знала, что такое блогинг, как им надо заниматься, как развивать YouTube-канал, как можно зарабатывать на этом и так далее. Но тематика канала «Снимать именно про собак» – это уже чисто моя идея. Дело в том, что, да, действительно, кинологического образования у меня нет. Но собаки в то время занимали очень большую часть моей жизни. У нас появились щенки. Я стала заводчиком этой породы, оформила племзавод. Я занималась выставочной деятельностью, научилась хендлингу. То есть, это было мое хобби, на которое я тратила очень много, практически все свое свободное время. Это была очень актуальная тема. Ну, а работала я тогда в IT-компании, HR-менеджером. И если вы заметили, то я и сейчас стараюсь не снимать ролики конкретно на тему дрессировки. Там, как обучать командам, корректировать, исправлять поведение и так далее. То есть, я стараюсь не лезть в глубокие, серьезные кинологические темы. Мой канал о жизни с собаками. Я делюсь своим жизненным опытом. Я рассказываю вам об уходе за собакой, о том, как лучше понять своего питомца. Вы знаете, что я очень люблю делать диайвайки. Я снимаю развлекательный контент. Но именно кинологические темы, как вы видите, я стараюсь обходить стороной. Потому что считаю, что для этого есть более компетентные специалисты и другие YouTube-каналы. Давайте сразу отвечу на следующий вопрос, очень близкий к этой теме. Как ты попала на канал «Оригиналом нет»? Для тех, кто не знает, я уже 6 лет являюсь ведущей на канале «Оригиналом нет». Это канал компании Ink System, которая занимается печатающими устройствами. Принтерами, МФУ, СНПЧ и все, что с этим связано. Это и был мой первый опыт съемок для YouTube-канала. Но я там просто ведущая. Там работает целая команда специалистов. Сценаристы, СМ-менеджеры, операторы. И вот именно от этих ребят, от их директора и поступило предложение мне создать личный лайв-канал. И если бы не они, то, возможно, этого блога и не было. Ну а попала я туда совсем случайно на самом деле. Один из сотрудников компании Ink System был на моем представлении в «Дельфинарии» на шоу. И после шоу он подошел ко мне и предложил прийти к ним на съемки, на пробы и попробовать себя в роли ведущей YouTube-канала. Опыт работы на камеру у меня уже был, поэтому я и согласилась. Собственно, вот такая история. Двигаемся дальше. Дариночка, у меня такой вопрос. Почему ты назвала Нику, Лео и Доминика именно так? Итак, самое интересное, что я их не называла. Имена всем нашим собакам дали другие члены моей семьи. Буква, которую нам дали в кинологическом клубе, это буква «Д». Но для тех, кто не знает, щеночки, если не с родословной, у них имена, клички должны у всех начинаться на одну и ту же букву. Но, как вы видите, Ника, Лео и Доминик, у них как бы получается разные буквы. Сейчас расскажу. Если заглянуть в родословную и посмотреть на полные их клички, то все они начинаются на букву «Д». Нику назвала моя мама. Ей очень нравилось имя Николь. И изначально мы сразу знали и решили, как только родилась Ника, что мы Нику оставим себе, точнее моей маме. Поэтому я ничего не имела против имени Ника. Ну, а полная ее кличка в родословной – Дарлинг Николь Уайт Спарк. Дарлинг переводится как «Дорогая». А Вайт Спарк – это название нашего племзавода. Вот это, кстати, придумала уже я. Переводится как «Белая искра». Мне кажется, что это очень хорошо подходит Джек Расселам, потому что они тоже беленькие и стремительные, как белые искры. Лео назвал мой муж Антон. Лео – наш первенец. И у нас почему-то была стойкая ассоциация с мультиком «Король лев». Но мы назвали его не Симба, а Кинг Лео. Ну, а первое имя в родословной – Даймонд. Диамант. Даймонд – Кинг Лео. Кличка у Доминика изначально была Грант. Идея тоже не моя, я уже не помню, чья. Когда Доминик родился очень крупно, он сразу был такой здоровяк, и имя Грант ему действительно очень-очень шло. Но вот вы знаете, когда мы стали его так называть, ну, как-то нам оно почему-то не очень зашло, как говорится. И тогда появилось и второе имя, потому что нам все равно нужно было придумывать имя на букву «Д». Это Доминик. И так получился Доминик Грант Вайтспарк, то есть наш домик. Интересные вопросики пошли. Относишь ли ты себя к Child Free 35 годиков все-таки, хоть ты и выглядишь на 25? Атеистка или верующая? То есть вот такие два интересных вопроса одновременно были у моего подписчика. Ну, во-первых, спасибо за комплимент. Конечно же, мне очень приятно, что я выгляжу на 25. И вопрос о детях. Почему нет детей? Хочу ли я детей? Как я отношусь к тому, что нет детей? Это самый часто задаваемый вопрос от вас. Да, мне все-таки 35 годиков, я согласна. Но вы знаете, вопрос, почему у меня нет детей, это очень личный вопрос. А еще очень жаль, что люди, которые задают этот вопрос, не понимают, насколько он бестактный. Но мне все-таки кажется, что в большинстве этот вопрос задавали дети, и они просто не понимают, не осознают, не думают, что неправильно спрашивают такие вопросы. Если, например, у девушки нет детей в 35 лет, то, возможно, на то есть какая-то причина, и эта тема для нее может быть больной. С другой стороны, да, девушка действительно может придерживаться позиции child-free. Но я себя к таким не отношу. Ну и ни в коем случае не осуждаю. Сейчас это очень распространено. Я скажу так, это личное дело каждой девушки, каждой женщины, каждой семьи, в конце концов. Всему свое время и каждому свое. Здесь еще был второй вопрос. Атеистка я или верующая вообще ничего себе так вопросит. Я верю в то, что есть высшие силы. Но я для себя четко разделяю понятие веры и религии. В студенческие годы мне довелось поработать в церкви. Я пела в церковном хоре. И я знаю, так скажем, изнутри, как работает церковная индустрия, так скажем. Эта тема совсем не для этого видео. Я считаю так, что если ты веришь в Бога, если ты хочешь поговорить с Ним, прийти к Богу, да, то не обязательно идти в церковь для этого. Ты можешь это сделать в любое время, в любом месте, потому что вера, она в душе. Вопрос. Почему канал называется именно Дарина Свит? Но название классное, не спорю. Спасибо. Когда я придумывала название каналу, то я сразу для себя решила, что я хочу, чтобы в его названии фигурировало мое имя. Я не хотела его привязывать только к питомцам. Ну, например, там Sweet Pets или Funny Dogs или Jack Russell Family и так далее. Просто имя и фамилия мне казалось скучным. Мне нужен был, ну, так скажем, псевдоним, ник. И так как у меня уже был Инстаграм, мой первый и единственный аккаунт в Инстаграме, который я создавала еще, наверное, в году 15-м, он называется Dar Sweet Voice. Sweet Voice переводится как «милый голос». В то время я работала, как я уже рассказывала, ведущей в дельфинарии. И мне довольно часто делали комплименты именно о тембре моего голоса, что он милый, что его приятно слушать. И также я еще пою. То есть это касалось еще и моего вокала. Так что именно название Инстаграма стало первым аргументом для того, чтобы назвать YouTube Darina Sweet. Потом, когда мы уже стали снимать пробные видео первые, сама подача, сами собачки, тематика моих видео, оно действительно все было настолько милым, что мне кажется, слово Sweet «милый» очень даже неплохо характеризует мой канал. Ну и третий аргумент, это уже такая моя версия, она пришла ко мне уже гораздо позже. Я из Украины, и хотя в жизни я разговариваю на русском языке, я звисно володею украинскую мову. Так вот, если сказать Darina Sweet по-украински, Darina Sweet, Sweet с украинского языка переводится как мир. Darina Sweet это дарить миру. А мне действительно хочется дарить миру что-то полезное, приятное и светлое. Ну вот как-то так. Дальше, такой вопрос. В каких ситуациях вы бы выбрали каждого из своих джеков? Например, кого-то для долгого похода, кого-то для морского путешествия, кого-то присматривать за ребенком, кого-то с собой на необитаемом острове и так далее. То есть, в каких ситуациях вам бы пригодился один из них по отличительным чертам, по умению, по характеру и так далее. Получается, 4 собаки на 4 ситуации. Интересный вопрос. И действительно, я уже не раз подчеркивала, что хотя мои собаки все одной породы, джекрасовые, что они все вместе родственники, но они очень-очень разные по характеру, и я сейчас попробую подобрать к каждому из них вот самую такую характерную ситуацию. Лизу я взяла бы с собой в путешествие, потому что Лизка обожает путешествовать. Она помнит, как это быть одной, без щенков, в любое путешествие. В машине, в поезде, в морское, в любое. Когда у нас не было еще машины, я часто ее брала с собой в метро, в троллейбус, в трамвай. Мы ездили и в электричках, и на поезде. И она это просто обожает. Она ведет себя очень спокойно, прилично. Она отличный компаньон. И если в путешествие, то только с ней. Кого бы я точно не взяла в путешествие, так это Лео, потому что он в этом вопросе полная противоположность Лизы. Он очень эмоциональный, он скулит, переживает, он хочет быстрее доехать и успокаивать его очень тяжело. Я думаю, что он бы лучше всего себя проявил в каких-то занятиях спортом. Например, бег, марафон с питомцем и так далее. Потому что этот собака, которая в принципе не умеет ходить, он постоянно бегает. Он самый активный из всех четырех наших Джекрасов. Присматривать за ребенком я бы, наверное, оставила Нику. Никусичка, она очень мягкая, ласковая по характеру. Она к собачкам, может быть, не очень дружелюбна. Но все, что касается людей и детей, она к ним очень внимательна. У нее простой характер. Она очень спокойная дома. Она лишний раз не шумит, не гавкнет. То есть просто так по пустякам. И еще, вы знаете, она невероятно приятно пахнет. Я не знаю, хороший ли это аргумент, но, возможно, ребенку бы понравился ее приятный, вкусный, сладкий запах. Ну а с Домиником я бы с удовольствием продолжила посещать выставки. То есть выставки, ринг – это его. Он ведет себя очень чинно, благородно. Собственно, так же он ведет себя и на улице. Когда он выходит, он сразу осматривает свои владения. Он такой настоящий охранник. Он не подпустит к себе никого чужого. А еще, кстати говоря, если бы к нам в гости пришел какой-нибудь неугомонный ребенок, то Доминик составил бы ему отличную компанию. Потому что Домча обожает игрушки, обожает долго, просто бесконечно играться. И я думаю, что они как раз были бы отличная парочка. Дальше я объединю два вопроса от разных подписчиков. Это почему ты не показываешь своего мужа на видео? И помогает ли Антон тебе в монтаже и съемках видео? Во-первых, я уже показывала фотографии своего мужа в видео. Это никакой не секрет. Ну а в самом начале, как только я начинала снимать видео, мы решили, что он как бы не медийная личность. И он не очень хотел сам появляться в моих роликах. Он программист, у него очень много работы. Я стараюсь лишний раз его не отвлекать. С монтажом и съемками он мне не помогает. Для этого у меня есть оператор. Его зовут Никита. Никита, привет. Монтирую и снимаю я сама очень много. Поэтому вот именно со съемками, съемочным процессом он помогает довольно редко. Но если у меня какие-то сложные ролики на выезде, то есть мне нужно куда-то приехать с собаками, или мне нужен помощник, лишние ручки, ассистент и так далее, я сама могу там чисто физически, технически не справиться, то Антоша всегда рядом. Он привезет, отвезет, поможет, придержит, поднесет. И, конечно же, я очень благодарна им за это. Так, друзья, темнеет на улице. Давайте ускоряться. Я надеюсь, что мы успеемся снять. Хочу еще пару вопросов интересных есть. Хочу ответить. В чем заключается собачье счастье Лизы и Ники? Вот такой вопрос. Вы знаете, когда я его прочитала... Блин, комары кусаются. Когда я прочитала этот вопрос, у меня сразу в голове заиграла песня. Наверное, детки вряд ли ее помнят, но олды вспомнят, как Долина пела. Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Это я о чем? Эту песню можно круто интерпретировать, отвечая на этот вопрос. Собачье счастье, в частности, счастье моих собак Лизы и Ники, наверное, в том, чтобы хозяин был рядом. И уже от меня напрямую зависит их комфорт и, соответственно, их счастье. Я знаю, какая им нужна нагрузка, я знаю, что они любят кушать, я знаю, как они любят играться, я знаю, где и как они любят гулять, как отдыхать и так далее. То есть их комфорт для меня очень важен. Поэтому я делаю I do my best, максимально все, что могу, чтобы у них была счастливая собачья жизнь. Ну и напоследок, друзья, я оставила комментарий от подписчицы с названием канала Life Pets. К сожалению, я не знаю, как ее зовут, но я знаю, что она пишет, что у нее есть карликовая такса по кличке Туся, тезка моей Туси. Она тоже снимает ее на свой YouTube-канал. И вот она оставила мне комментарий, в котором было 17 вопросов. И самое прикольное, что все эти вопросы настолько интересны, что я хотела выбрать один, чтобы ответить на него, но я не смогла, потому что мне хочется ответить на каждый. Но, кстати говоря, они довольно непростые. В общем, спасибо тебе за эти вопросы, если ты меня сейчас смотришь. Я постараюсь блицем кратко ответить хотя бы на несколько вопросов, потому что они реально крутые. Вот первый вопрос. Как к тебе пришел успех? Ну, я вот пока что не чувствую, что ко мне пришел успех. И вообще, что понимать под этим понятием? То, что меня стали узнавать на улицах или число моих подписчиков на канале? Мне пока сложно ответить на этот вопрос, что есть успех. Поэтому это не моя сама цель стать успешной. Поэтому я не могу сказать, что я считаю, что успех ко мне пришел. С чего начать новичку, если он захочет пойти по твоим стопам. По моим стопам звучит очень громко. Спасибо. Но все же, я считаю, что главное иметь желание и вдохновение. Просто начинать и снимать, пробовать. И уже в процессе будет вырабатываться стиль. В процессе ты сможешь понять, что получается, что не очень, что заходит, что не заходит, что нравится, что не нравится. Просто брать и снимать. Еще вопрос тоже очень интересный. Чего бы ты никогда не сделала в жизни? Да много чего бы я не сделала в жизни. Но вот первое, что вот так приходит на ум, я бы, наверное, никогда вот так глобально, намеренно, специально, не причинила человеку зло или вред, даже если он со мной поступил плохо. Ну и последнее давайте, наверное, из вопросиков. Опиши свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал. Самое большое достижение сейчас в моей жизни, вот без лести, вот правда, я считаю, что это вы, это мой YouTube-канал, это те люди, которые меня смотрят, которые считают, что то, что мы делаем, это интересно, с вашей слова благодарности, ваши комментарии, я считаю для себя это действительно большим достижением. Ну а самый впечатляющий провал, я не буду, наверное, брать во внимание какие-то ошибки в работе или неудачные выступления, которые были. Это есть у всех, и они не настолько масштабные, чтобы их называть впечатляющими провалами. Наверное, да, самый впечатляющий провал в моей жизни это то, что я вовремя не занялась своим здоровьем. И хотя у меня была такая возможность, я постоянно находила какие-то отговорки, я постоянно придумывала, ну не придумывала, а говорила, что у меня есть дела, я сейчас занята, что да ничего, мне полегчает, что станет лучше и так далее. Я довела себя до операционного стола, и у меня продолжается лечение, которое займет еще, дай бог, немало времени, но я надеюсь, будет результат. В общем, для себя я в свои 35 лет сделала вывод, что здоровье должно быть на первом месте, и им нужно заниматься вовремя, потому что если не будет здоровья, то не будет ничего. Дальше у нее идет еще очень много классных вопросов, действительно, но я думаю, что и вы уже устали слушать, да и мне уже пора заканчивать это видео, потому что оно не резиновое, и как вы уже, наверное, догадались, что именно автор этих вопросов, лайф, пэтс и ее, такса, туся, сегодня получают от нас сувенирчики за активность и оригинальность. Это будет футболочка из моего мерча с любым нашим дизайном, который понравится. А для Туси у нас тоже есть подарочек. Вот такая игруха, два в одном, и мягкая игрушка, и мячик. Он живучек, кстати, проверено на моих джеках. У нас такая же игрушка, только с рыбкой. Моя Туся ее очень любит. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кстати, девчонки составили мне компанию, я думала, что они будут бегать туда и сюда с мячиком, но вот они все видео были рядышком со мной. Мне понравилось, я бы хотела снять вторую часть видео вопрос-ответ. Ну, конечно, если вам понравился такой разговорный формат, пишите в комментариях. Всех любим, обнимаем, и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok